Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя городная азбука. Сегодня уже 30 ноября, вот сегодня воскресенье, я решила уделить чуть больше времени для записи видео, для того, чтобы по многочисленным просьбам своих зрителей еще немного, несколько сортов подробно раскрыть для вас, описать именно сортов для открытого грунта. Потому что мы знаем, что для теплиц там вырастить, конечно, проще, там немножко теплее, а вот для того, чтобы в холодном регионе, такой, как наш сибирский регион, вырастить томат в открытом грунте, тем более крупноплодный, и чтобы довести его до полной биологической зрелости, не всегда получается. Для этого подбирать нужно особые определенные сорта. Ну, короче, все подряд у нас на улице не вызревают. Буду сейчас вот эту тему развивать, и я сейчас вам сразу расскажу. Сегодня сниму несколько видео, сейчас расскажу, о каких сортах я сегодня буду рассказывать. О каждом сорте видео будет отдельное, постараюсь сделать короткое, чтобы вот так вот нарезку вам сделать. По техническим причинам все я сегодня выложить не смогу, потому что у нас интернет не очень быстрый. Выкладывать буду, может быть, два или три дня, потому что загружается на YouTube у меня очень медленно. Но вы должны знать, что я расскажу о сортах для открытого грунта, о сорте сердцевидный. Сегодня о сорте любимый праздник. Все они крупноплодные, все они возревают в открытом грунте, даже при коротком лете и в холодных регионах. Потом о сорте король гигант и о двух сортах бикалор. Медовый салют и загадка природы, потому что очень много вопросов по поводу этих сортов. Многие даже в утвердительной форме говорят, что это один и тот же сорт. Я расскажу, что это совсем не так. Расскажу, чем они разные. И вы поймете, какой из этих двух сортов подойдет именно вам. Они совершенно разные. Несмотря на такую на внешнюю похожесть. Потом, еще сниму видео, очень часто задают вопросы, каким фирмам я доверяюсь. Именно какой фирмы я покупаю и что я могу сказать по этому поводу. Это тоже очень важно. И в конце сниму видео, как заказать семена сейчас зимой. Потому что завтра 1 декабря. Завтра я буду проводить дополнительный прием заказов семян. Вот все это будет снято сегодня. Но про сорта томатов, как я еще говорю, дня два мне придется выкладывать. Потому что записать намного быстрее. Сейчас запишу видео за 5 минут. Выкладывается оно намного дольше. Начну с сорта сердцевидной. Тот, кто смотрел на прошлой неделе мои видео, я ссылки на видео, на эту тему я скину, выложу здесь же, помнит, что я говорила о бердском крупном. И я говорила о том, что есть такие томаты, которые в описании, ну вот скупенько, прям про них вот несколько строчек написано. И человек, особенно если он начинающий огородник, придя в магазин, даже увидев этот сорт и прочитав характеристики, там зацепиться не за что. Ну ничего интересного нет. И он не представляет, мимо какого сорта интересного он проходит. Конечно, он его перешагнет, возьмет какой-нибудь или гибрид, или иностранный красивый сорт. Но у нас есть такие сорта неприхотливые, крупноплодные, такие выносливые, которые можно вырастить без применения теплицы. Один из них сорт сердцевидный. Потому как люди не очень часто его заказывают, и вообще даже вопросов об этом сорте никогда ни у кого не возникает. Я поняла, что про этот сорт знают очень мало людей, и очень мало людей знают, что есть такой прекрасный сорт. Просто сердцевидный. Название тут тоже такое какое-то. У меня он под номером 46, и я сразу скажу, что не осталось у меня никакой пачки. Я даже не помню, в каком виде я его брала. Может быть просто белый пакетик, может быть какой-то цветной пакетик. Какой фирмы, я не помню, он у меня уже много лет. Но дело в том, что это вот тот самый, как с легкой руки зрительница Надежды Красиковой, как я теперь называю рабочие лошадки. Это вот та самая рабочая лошадка, которую может посадить любой, выращивать любой работающий, занятый огородник. Почему? Потому что он очень неприхотлив. Но в результате вы получите такие же крупные, мясистые, вкусные плоды, как на индетерминантных. Если прочитать описание, даже у меня в каталоге, он тоже, ну, описание это совсем простое. Написано, крупноплодный, низкорослый сорт сибирской селекции для открытого грунта и пленочных укрытий. Куст обыкновенный, детерминантный, высотой 52-55 см. Плоды сердцевидной формы очень крупные, 300-500 грамм, мясистые, с небольшим количеством семян. По вкусовым качествам считается одним из лучших для употребления в свежем виде и приготовления различных томатопродуктов. Сорт обладает высокой потенциальной урожаемостью до 7 килограмм с одного растения, выращивается. Но еще раз почему-то повторено в открытом грунте и пленочных теплицах. Так, сразу оговорюсь, рассказываю об этом сорте не для того, чтобы как-то привлечь каких-то покупателей на мои семена. У меня и так уже с этим даже ситуация обратная, я не могу даже всех обслужить. Я говорю это именно для того, что этот сорт простой, он не коллекционный, он не редкий. Его можно купить в любом магазине, просто если вы будете знать, если вы будете целенаправленно, но зайдя спрашивать этот сорт, тогда вы его найдете. Это именно тот линейный томат не гибрид, который один раз посадив, вырастив, вы сможете собрать свои семена. И если он вам понравится, будете выращивать его много-много лет. Сейчас я расскажу, чем он так хорош, почему я выделяю именно его. Ну, во-первых, из-за того, что он, опять же, о нем нигде ничего не говорится, никаких данных сильно нет, никакой рекламы. Как вот банановые ноги реклама разошлась, все их купили, никому не понравилось. А есть сорта, о которых никто не говорит, но они в 10 раз лучше. Когда я про бердский крупный говорила, что он полудент, он вырастает метр 10, метр 20 от силы, то это вообще детерминатный, он вырастает 55 от силы 60 сантиметров. То есть уход еще более упрощенный. И из-за того, что вот эта высота куста небольшая, он вот вырос 60 сантиметров, все, он больше не растет. И сразу же все растение пускает все силы на формирование плодов и на созревание. Поэтому любому ясно, что вот этот крупноплодный сорт, он поспеет быстрее, чем крупноплодный, который индотерминатный. Я вот дальше буду рассказывать, там тоже крупные, но они индотерминатные, они чуть позже будут. А вот эти коротышки, которые вот сейчас для Сибири выводятся, они которые вроде бы и детерминатные, вроде бы и маленькие, но они крупноплодные. И совмещается вот это вот именно такое удачное совмещение двух качеств и крупноплодности, и неприхотливости из-за низкого роста, и более как раннего срока созревания, оно дает очень хороший результат. Это очень облегчает труд нас, огородников. Я скажу так, я не буду вам брать, что это вот такой сорт, что вы этот томат начнете есть, он поразит вас сладостью, такой вот тает во рту медовый. Нет, это не тот. Это я вот буду сейчас говорить про загадку природы, я смогу про это сказать. Тут я не буду лишнее накидывать на него вот таких вот простой такой томат. Если будет удачное такое солнечное лето, то он будет сладким. Ну, как сказать, с ноткой сладости, но кислинка в нем все равно есть. Это не тот томат, который генетически предрасположен к повышенному содержанию сахара, который можно отнести к каким-то десертным, деликатесным. Нет, простой, нормальный русский томат с кислинкой, с таким томатным вкусом подойдет и в салат, подойдет и на кетчуп, и на томатные пасты, и на все, на все. Он вас поразит количеством вот этих своих томатов. При своей невысокости 60 сантиметров бывает так, что бегаешь, бегаешь по огороду, занимаешься, не обращаешь внимания, в этот угол не заходишь, зашел. Он весь в этих сердцах, сердца красного цвета, не розового, но их так много, и несколько раз, один раз сбор прошел, вот я как собираю, потом я долго не захожу в этот угол, потом прихожу, новые нарастают. И как вы видели, ой, слышали, я говорила, что вес-то 300-500 грамм, это очень хороший вес для такого низкорослого, он крупный, 500 граммовый. Все, я больше ничего лишнего говорить не буду, ничего там расписывать не буду, что вот это будет самый вкусный в вашем огороде. Это тот томат, для кого он подойдет? Он подойдет для того, кто любит все-таки крупные томаты, кто любит, чтобы крупные томаты, крупноплодные, вызрели в открытом грунте, но у кого нет возможности поставить теплицу, у кого нет возможности выращивать индетерминантные, потому что они требуют очень много времени. Вот плюсы его такие, что он низкорослый, потребует меньше времени на уход. Детерминантный, то, что он крупноплодный, и он очень хороший у него урожай. Это не одна-две помидорки, которые висит на кустике, он будет весь в этих сердцах, но по крайней мере попробовать можно, потому что томаты, как они такие, что кому-то нравится один томат, кому-то нравится другой. Если я, например, говорю, что он и урожайный, и хороший, все, а другие некоторые пишут, ой, да мы такие вообще не выращиваем, это вот так, мы вот только коллекционные, только редкие, или вкуснейшие, красивейшие, у каждого свои вкусы. Я говорю, что вот этот томат, он простой, он вам даст много плодов, он от вас не потребует много времени, он что-то под вид, как бердский крупный, только тот плоско-округлый красный, а этот сердцевидно-красный другой формы, и чуть поменьше. Такой же неприхотливый, ну как для Сибири, для холодных регионов, все. Это вот сорт сердцевидный. Сердцевидный.